Только в марте этого года в стену храма святителя Игнатия Брянчанинова помещали закладной камень и благословляли на строительство. А уже сегодня, 8 сентября, в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, здесь состоялось открытие объекта «Первая литургия» и «Крестный ход». Желающих принять участие в знаменательном событии оказалось очень много. Здесь не только жители Супсеха, но и прихожане со всего округа. Для многих селян это по-настоящему исторический момент. Это то событие, которое должно было произойти уже давно. Это самое необходимое для возрождения нашего народа, для возрождения духовности. Не смогли пропустить «Первую литургию» в новом храме и казаки. Вот уже много веков религия лежит в основе православного казачества, что подтверждает и главный девиз казаков – за веру Кубани Отечества. Анапское районное казачье общество проводит большую работу по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, оказывает поддержку дыховенству. Мы вот на Большом утрише, это благодатное место, мы создали там две часовни – Андрея Первозванного и Николая Угодника, чудотворца. С Божьей помощью и сами, как говорится, сейчас купили колокол, будет колокол теперь звонить на часовню. Впереди еще много работы. В ближайшие два месяца территорию возле храма благоустроят. Дорогу к церкви заасфальтируют, введут в эксплуатацию коммуникации. Но это еще не все. Здесь будет благоустроена территория, будет зеленая зона, парк воинской славы, где будут установлены несколько стел. И память о воинах, отдавших жизнь свою за освобождение Анапой, и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, но кто почил, это шел ко Господу уже в мирное время, и будет стела в честь 80-летия Краснодар, создания Краснодарского края. Уже полностью залит фундамент главного храма церковного комплекса. Сейчас он законсервирован. Идет покупка строительных материалов и оборудования. Основная стройка здесь развернется уже весной 2018 года.